друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня такое будет не совсем обычное видео скорее формате влога нежели обзоры или каких-то новостей сегодня хотелось бы коротенько поговорить с вами о двадцать первом годе о том чего нам ожидать в плане новинок скажем так в области электроники мобильной техники ну и кризисе полупроводников который разразился в конце прошлого начале этого года и чем нам всем это грозит тоже за кризис полупроводников почему он произошел и что нам с этим делать и самое главное чем нам с вами это все грозит ну если цитировать достаточно авторитетное издание bloomberg то нас ожидает один из самых серьезнейших дефицитов полупроводников который разразился за последние годы но вспоминается на ум достаточно крупный кризис десятилетней давности когда на тайвань пришло наводнение и очень много заводов производивших жесткие диски были вынуждены на некоторое время прекратить выпуск этих устройств тогда цены на жесткие диски взлетели до небес и расхлебывали мы все это порядка двух а то и трех лет вот на текущий момент времени ситуация ну можно сказать похожая но вместо наводнения мы получили пандемию которая очень сильно подкосила многих производителей электронной техники и автомобильной что очень важно потому что автомобильная отрасль является одной из крупнейших которая поглощает все эти полупроводники и различные электронные схемы и чипы один из крупнейших производителей вообще чипов на рынке это компания tsmc и когда производители автомобилей и электроники резко сократили заказы на производство из-за вспышки ковида в прошлом году то данная компания тоже была вынуждена снизить свои производственные мощности и теперь же получается так что рынок вроде как начинает потихонечку оправляться производители электроники хотят возобновить свои заказы но к сожалению уже не могут получить в полном объеме те чипы которые им необходимы потому что производственные мощности теперь заняты изготовлением продукции для гигантов до которые которым всегда не хватало чипов и когда отказались другие производители они быстренько 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 эти кого ты на чипы забрали себе и теперь фактически для всех остальных места как говорится нету и на текущий момент времени очень сложно предсказать и сказать вообще какие сроки смогут крупнейшие производители чипов такие как tsmc развернуть дополнительные мощности смогут ли они это сделать вообще в принципе до конца этого года что же будет происходить дефицит полупроводников будет вынуждать во-первых многих производителей консервировать производство а то и закрывать их это уже даже случилось с такой крупной компании как general motors которая была вынуждена законсервировать три завода в северной америке по производству автомобилей из-за того что банально и мне хватает электроники не хватает чипов другой автомобильный гигант ford уже запланировал 20 процентное снижение производства в этом году опять из-за того что не хватает электронных чипов но как вы понимаете автопроизводители не единственные кто страдает от нехватки чипов и нас первую очередь интересуют как раз таки производители электроники и вот компания sony уже заявляет о том что у нее есть большущие проблемы из-за того что не могут ее обеспечить электронными чипами для новейшей приставки sony playstation 5 из-за чего мы как видим сейчас большой дефицит она не может поставить необходимое количество которое требует рынок такая же ситуация у майкрософта с xbox amd не может обеспечить их необходимой электроникой и просто банально не хватает на всех большие проблемы также у производителей мобильной техники и то с чем мы будем сталкиваться а в этом году ну для нас как для потребителей будет означать то что либо же мы будем получать гораздо меньше новинок либо же новинки будут виртуальные то есть мы будем получать новости о выходе той или иной модели мы будем видеть скажем так предложение на рынке но купить ту или иную модель будет крайне тяжело за счет этого естественно поползут вверх цены но поползут вверх они как на новейшую технику так и на старую которая но в принципе до сих пор производится и до сих пор есть на складах в этом году мы столкнемся с тем что мы будем вынуждены пользоваться старыми телефонами либо же если мы хотим поменять свою мобильную технику мы будем также покупать прошлогодние модели потому что к сожалению новинок в этом году будет выходить крайне мало ну и хватать на всех их не будет опять-таки цены 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 дефицит как известно заставляет их ползти вверх и если сейчас допустим бюджетные смартфоны это все до 200 долларов то в этом году мы можем столкнуться с тем что даже 300 долларов не будет означать что вы будете получать какое-то среднебюджетное устройство скорее всего именно за такие деньги ближе к середине и концу года будут продаваться более-менее вменяемые смартфоны ну а за 200 мы будем покупать прошлогодние а то и позапрошлогодние телефончики с устаревшей начинкой и допотопными характеристиками для конца 21 года вот такие не очень хорошие прогнозы причем это не мои фантазии не мои мысли скажем так из головы это то что к сожалению нам говорят ведущие аналитики и довольно сложно с этим не согласиться хотя я буду очень рад если они ошибаются и производители электроники смогут пережить этот год и откуда ни возьмись появятся дополнительные мощности для производства полупроводников для производства чипов и смогут обеспечить необходимое количество для всех вот такой вот коротенький влог обязательно напишите в комментариях что вы об этом думаете мне интересно услышать ваше мнение относительно этих нерадостных новостей как вы думаете смогут ли оправиться производители смогут ли они каким-то образом решить проблему дефицита ну и что вы конкретно вы будете делать в этом году планируете ли вы менять мобильный телефон планируете ли вы немножко поднять планку цены при приобретении смартфона в этом году в общем мне очень интересно пообщаться с вами подискутировать и буду рад если комментариев будет действительно очень много готов ответить всем ну чтож друзья вот такой вот влог у нас получился с вами была из подпишитесь на канал если еще не подписаны ну и буду признателен за лайк этому видео ну и обязательно напишите в комментариях нравится ли вам формат влогов стоит ли иногда разбавлять мои обзоры а вот такими вот беседами диалогами с вами ну что ж друзья буду с вами прощаться с вами была из всем пока